Ситуация вокруг Бутощебеночного завода во Владивостоке продолжает накаляться и подходит к точке своего кипения. В Департаменте природных ресурсов сегодня находится пятый проект технической документации, который вот уже два года ведомство не хочет согласовать заводу. Рассказали сегодня в эфире Радио Лема журналисту Андрею Калачинскому, управляющий ВБЩЗ Андрей Новиков и технический директор Василий Иванов. Это история о том, как один человек может затормозить работу целого предприятия и может сложиться так, что из-за некоторых придирок 200 человек потеряют работу и 170 миллионов, которые ежегодно завод платит платежей в разные бюджеты, он будущего не будет платить. Уже в конце сентября сотрудники Бутощебеночного завода могут остаться без работы. И это не фигура речи. Департамент природных ресурсов Приморья издал приказ о приостановке действия лицензии на пользование недрами. Эти проблемы у производственников начались в 2015 году с внеплановой проверки департаментом. За первой проверкой последовала вторая, затем третья. И после каждой ревизоры выдавали руководству завода предписание за подписью главы Александра Коршенко. Якобы предприятие работает с нарушениями существующих норм и требований технических условий. Однако каких – непонятно. Андрей Алексеевич, представьте, что я Александр Алексеевич Коршенко. Вы бы мне какой главный вопрос задали? Вот просто порепетируем. Чем черт не шутит? Вдруг он может слушать радио? Я хотел бы выяснить все-таки, какие хотел бы видеть департамент моменты, отраженные в технической документации. Чтобы мы могли учесть их пожелания и сделать наконец-то то, что устроил бы департамент и прошел согласование проекта. В прямом эфире руководство завода особо подчеркнуло – в 2007 году на предприятии полностью поменяли оборудование. Теперь здесь работают на финской и немецкой технике. Продукцию каждый день проверяют на качество в лицензированной лаборатории. Строительный камень, который производит карьер, пользуется огромным спросом не только во Владивостоке. Щебень от ВБЩЗ отправляют по всему Дальнему Востоку, в том числе на Сахалин и Камчатку. Строительного камня такого качества там нет. У нашей щебенки срок годности 300 лет. С гордостью подчеркивают Андрей Новиков и Василий Иванов. Замечаний было 10. В результате судов три из этих замечаний были отметены. Семь замечаний остались. В результате деятельности завода на сегодняшний день по большому счету осталось два. Противошумовые меры, техническая безопасность сотрудников, все условия, на основании которых заводу гипотетически можно было бы приостановить лицензию, соблюдены. Все предписанные замечания, подчеркивают руководители, устраняют. Однако тут же находятся новые. Кроме того, предприятие ежегодно платит государству миллионные налоги. Мы заплатили с 2011 года по 2015, включительно, 1 миллиард 15 миллионов 740 тысяч налогов. Ничего себе. Ничего себе. Не надо забывать, что мы работаем только в светлую. Я говорю, молодежь у нас работает. Много у нас с периферии, которые предприятия позакрывали, с Ярославки везде приехали сюда искать лучшую судьбу, будем так говорить. Сняли квартиры, привезли семьи. Сняли квартиры, семьи и прочее. Взяли ипотеки, хотят покупать. Ну, сегодня они стоят уже на распутье и уже не знают, что отвечать. Они каждый день и на дню по нескольку раз спрашивают, что же нас ждет. Между тем, несмотря на все предписания, на личный контакт с руководством завода и проектного института Гипронерут, который разрабатывает для ВБЩЗ техническую документацию, ни глава природных ресурсов, ни его сотрудники не идут. И какие именно нарушения необходимо устранить, конкретно не уточняют. У нас возникает недоразумение именно с департаментом природных ресурсов, а не с администрацией края. Ну, все-таки это подразделение структурное. Подразделение структурное, но именно на контакт хотелось бы выйти с руководителями департамента природных ресурсов. Слушайте, да. Сегодня письма от ВБЩЗ во всех инстанциях, в том числе высших. Об этом руководство завода также вспомнило в разговоре с Андреем Калачинским, но ВОЗ и ныне там. 27 ноября одному из старейших предприятий города должно исполниться 57 лет. Однако, доживет ли ВБЩЗ до дня рождения, этот вопрос по сей день остается открытым. 21 сентября департамент природных ресурсов должен согласовать, напомним, уже пятый проект технической документации для завода. Завершая разговор в прямом эфире Радио Лема, Андрей Калачинский выразил надежду, что на этот раз чиновники услышат работников предприятия. Ведь от закрытия ВБЩЗ пострадают не только они, но и весь Владивосток. Светлана Садовая, Андрей Макаров, Василий Косилов. Новости на Восьмом.